Здравствуйте! Я сейчас добрался до озера в городе Нарфаминск, вот оно. И моя задача на сегодня пожарить вот тут немного мяса. Жарить я его буду в микромангале, вот о нем сегодня и пойдет речь. Кстати, все, что нужно, я упаковал в свой маленький рюкзак. Ну, это пенка для того, чтобы посидеть сам мангал, немного угольных брикетов, сама еда, щипцы. Ну, и сейчас покажу, как он складывается. Доехал я сюда, кстати, на велосипеде, но багажник не использовал, как уже сказал, все в рюкзаке. Начинаем распаковку рюкзака. Это пенка для того, чтобы сидеть, это вода для того, чтобы пить и залить угли. Вот это специальная подстилка, ее я положу под мангал, и она защитит как бы траву от прогорания. Но ее я еще не использовал, возможно, еще в будущем потестирую, но сейчас так тоже проверю, как она работает. Вот это пакет из Макдональдса, но он не с бургерами, он с углем. И вот он, сам мангал упакован в такой чехол. На него, на самом деле, я смотрел очень давно. Наверное, года два он у меня был в корзине, но купил совсем недавно. Просто дощечка. Там на той стороне дорога, стоят дома, и иногда приезжают машины, которые очень сильно слышно. Что-то у них не то с выхлопом. Так, и сама еда. Купил в магазине Глобус, как бы свиные ребрышки, уже замаринованные. 357 грамм за 150 рублей. Такой мой нехитрый скарб. Начну с подстилки. Она небольшого размера. Сейчас я вам покажу его. Вот. На ощупь такая, знаете, плотная и хорошего качества. Кстати, по бокам есть люверсы. Сюда можно, наверное, при желании растянуть колышками, для того, чтобы во время ветра она оставалась на своем месте. Небольшая, но как раз под мангал подойдет. Вообще, эта штука позиционируется не как мангал, а как гриль. Но я считаю, все-таки это больше мангал. А вот и он сам. Чехол такого, ну вы видите, какого цвета. Закрывается на молнию, также имеет две ручки. По его весу, он весит 1,4 кг. Я взвешивал. Так, вот это решетка. Вот это типа зольник. Вот это... Короче, вот это он. А вот это сама мангальная чаша. Как видите, все очень миниатюрное. Будем собирать. На самом деле, все собирается очень просто и быстро. Сначала раскладываются ножки. Вот так потянули и все. Кстати, ножки весьма надежные и довольно крепкие. Вообще, все это сделано не из такого тоненького металла одноразового, а из весьма прочного. Дальше раскладывается вот эта гармошка, сама чаша, устанавливается, соответственно, в наши ножки. Но я сказал вам неправду. Перед этим нужно подвесить такой улавливатель угля. То есть, прогоревший уголь, зола, будет падать сюда. Потом уже идет чаша мангала. Вот это зольник. И уже сверху устанавливается решетка. Вот таким образом. Да, вот таким образом она устанавливается. Давайте покажу вид сверху. Вот подставка, вот чаша, вот зольник. Соответственно, прогоревшие угли будут падать туда. И сверху вот такая решеточка. По решетке, видите, на ней есть как бы три сегмента. Это позволяет установить вот эту решетку на разном уровне от непосредственно чаши. Можно установить ее высоко. Например, когда жар сильный и нужно там поджарить хлебушек или подогреть пищу. Можно установить, соответственно, пониже. Вот так вот. А можно вообще установить вот таким образом. Прямо над углями. Каким образом стоит это мне устанавливать, я не знаю. Потому что мясо я не жарил. Я только жарил. Что я там жарил-то? А, колбаски жарил. Ну, сейчас попробую. Разворачиваю пакет с углем. Но уголь у меня непростой. Это брикеты. Решил попробовать с ними. Сколько их сюда надо положить, конечно, не очень понятно. По идее, надо, чтобы хватило. И чтобы лишнего не было. Я думаю, оставить как-то так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук. Жидкости для розжига я в последнее время постараюсь не использовать. Потому что что-то запах мне их не очень нравится. Лучше разжигать угли, по идее, горелкой. Но горелку я свою не нашел. Зато у меня есть вот такой газовый паяльник. Попробую разжечь им. Дайрекс. Ну, дело не хитрое. Взял и начал их поджигать. В общем, была не самая хорошая моя идея разжигать угли с помощью маленького паяльника. Большая горелка бы тут справилась получше. Решил прибегнуть к собирательству подножного топлива и добавить его в мангальчик. Так дело должно пойти лучше. Теперь, я думаю, все точно разгорится. Кстати, я с собой взял еще такие щипцы. Купил их вместе с подстилкой, вместе с этим мангальчиком специально для этого набора, чтобы оперировать мясом. Ну, потому что большие щипцы для классического использования. Они очень большие. А вот эти такие компактные. Кстати, вот упала как бы палочка с углем вниз. И упала она на эту подстилку. Так, ну, вроде бы, более-менее получилось. Конечно, такого отчетливого горения углей я не вижу. Но вот если их перевернуть, то они вроде как горят. Во всяком случае, сверху очень жарко. Ставлю сверху решетку. Вот на такой высоте. И сейчас сверху уже положу мясо. А там через пруд улица Латышская город Нарафа-Минск. Ну, более-менее влезли по диагонали. Наверное, придется их ворочать туда-сюда. Посмотрим. Так, ну, теперь остается подождать, проследить за тем, чтобы все это дело не погасло. Ну, и переворачивать иногда ребрышки. Кусочек оказался большим, так что одна часть как бы свисает отсюда, а одна отсюда. Поэтому я прям щипцами разорвал его на две части. И теперь все более-менее занимает место. Вот так вот беру, переворачиваю. Довожу до готовности. Единственное, думаю, сделать решетку еще пониже, чтобы больше жара доходило до мяса. Вроде как все идет по плану. Понижать высоту не стал. Иногда вот переворачиваю таким образом их. Видно, что все-таки жар там есть. Кстати, вот интересный момент про температуру под мангалом. Я было хотел взять градусник, проверить, но как бы вот я сейчас туда руку опускаю, вот непосредственно под него. И жара там не чувствуется совсем. То есть весь он уходит наверх. конечный итог получился вот такой. Тут я уже надкусил для того, чтобы проверить на то, готово ли. Прелесть в том, что можно просто взять, ну и как бы есть. Вкусненько. Как же вкусно получилось. Возможно, ну, конечно, невозможно, а скорее всего, я все делал не так. Но вот ребрышки поджаренные получились очень вкусные. Прям вот очень. Конечно, на таком походном варианте лучше, наверное, готовить какие-нибудь колбаски, купаты. Я их, кстати, готовил, получается очень хорошо. Потому что их тут в ряд можно уместить несколько штук. На такой решетке 20 на 20, наверное, ну, штук 5 вообще легко влезут. Конечно, опять же, все зависит от их размеров. Естественно, пешком далеко тащить такую штуку, ну, смысла большого нету. Но зато ее очень классно использовать, когда ты вот так вот выкатываешься, как я, на велосипеде, просто куда-то к водоему, где ты просто сидишь и, ну, так, знаешь, смотришь вдаль, проводишь время, а заодно и поджариваешь себе еду. Еще очень большой плюс в том, что угля надо совсем немного, потому что обычный мангал, ну, тащить его, во-первых, он, наверное, тяжелый, хотя, если брать одноразовый, то они, как правило, легкие. Ну, они легкие, но их потом куда-то надо выкидывать и вообще угля в них, наверное, много надо сыпать. А это такая штучка, чисто себе хлебушек поджарил, сосисочку поджарил, положил сосисочку на хлебушек, скушал и ты просто счастлив. Можешь так сидеть долго и сделать все это дело. Потихоньку сначала один кусочек, потом второе и вот так сидишь и наслаждаешься. Для использования с автомобилем, я думаю, это тоже очень классно подходит, потому что обычный мангал это все-таки масса угля, ну и масса хлопот. А тут же хлопота сведены к минимуму, особенно если взять жидкость для разжига или мощную горелку, тогда все это элементарно разжигается и горит себе вообще никого не трогает. Вот. Для этого мне такой вариант тоже нравится. Приехал куда-нибудь покупаться, поджарил себе что-то вкусное и вообще сидишь наслаждаешься. Я смотрел на него, как уже говорил, пару лет и на какой-то распродаже в конце лета, а нет, летом я его прикупил. По самому мангалу. Я боялся того, что он будет не очень добротный, но сделан он как бы качественно. То есть тут такой, знаете, металл, ну не то, что боишься его сломать. Я вот как раз ребрышки тут разламывал с помощью щипцов. И он держал это все очень крепко. Тут опять же все проварено контактной сваркой. Ну, в общем, каких-то претензий у меня к нему нет. Я получил то, что хотел. Единственное, конечно, что-то типа ребрышек. Ну, как я говорил, наверное, проще пожарить на чем-то побольше. А для сосисочек, для хлебушка, для купат он очень хорош. Я думаю, его даже предложенной осторожности можно использовать дома. А учитывая то, что вот поверхность под ним не нагревается, то есть, вот этот отсекатель, он как бы блокирует жар. Его смело можно расположить даже на кемпинговом столе. Они же обычно как бы не металлические, и он ничего не прожжет. То есть, стол не испортит. Можно вообще так классно сидеть, бекончик поджаривать, там, то, что быстро жарится, и все это лопать. В общем, я доволен. Мне прямо понравилось. Единственное опасение вызывает вот эта сетка, потому что она все-таки, ну, хоть и все это сделано из нержавейки, но не знаю, не может ли она прогореть со временем. Но ничего страшного, я думаю, не будет, даже если она и прогорит, потому что сверху можно будет поставить какую-то небольшую решеточку, и банально так взял, перевернул, взял, перевернул, взял, перевернул вот на эти же подставки. Но это, наверное, если и случится что-то с этой сеткой, то не скоро. Поэтому поэтому мне нравится. Вот такой вот видосик был. Спасибо, что посмотрели. Всего вам хорошего, до свидания. Снимал, кстати, на Соньку 6600 с китовым объективом без использования внешних микрофонов. Такой сетапчик мне нравится.